Николай Михайлович Карамзин И стали все под стягом, и молвят, как нам быть, давай пошлем к варягам, пускай придут к нежить, ведь немцы тароваты, им ведом рак и свет, земляш у нас богата, порядка в ней лишь нет. В лето 6370-е, год 862-й, изгнали новгородцы варягов за море. Не дали им дани, и начали сами собой владеть. До Рюрика действительно государственных объединений не существовало. Были, судя по всему, племенные объединения, иногда их называют союзами племен. Не было среди них правды, и стал рот народ, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. Правда здесь явно, это не просто некоторая истина, а правда это правопорядок, государственный порядок. Его и не могло быть, потому что у каждого племени был собственный порядок. И сказали себе, поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью. Сказали Руси, чуть, славяне, кривичи и весь. Но в одной из редакций летописи было сказано не просто приходите и правьте, а было сказано приходите и правьте нами по ряду по праву. Это означало, что князья из замря приглашались править не просто в соответствии с их собственными потребностями, а в соответствии с теми традициями, которые сохранялись в племенных порядках у народов Восточной Европы. И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю Русь. И пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синеус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Это событие летописец относит к 862 году, которое долгое время традиционно считалось возникновением российского государства. Варяги и Русь, так называет их летописец. Получается, что название пришельцев стало названием страны. Так чем же были для нашей страны варяги? Николай Михайлович Карамзин. С 1803 года Карамзин прекращает свою литературную и издательскую деятельность и полностью посвящает себя работе над историей государства российского. Карамзин. Славяне добровольно уничтожают свое древнее правление и требуют государей от варягов. Древнее русское государство было как бы таким совместным предприятием пришлых варягов, которые могли плавать далеко и могли торговать, и местных славянских племен, которые получали часть прибыли от этой международной торговли. Академик Борис Александрович Рыбаков. Один из самых крупнейших и признанных советских историков. В течение многих лет оказывавший огромное влияние на развитие советской исторической науки. Рыбаков. Варягов нанимали на грязные убийства. Вопрос о ранней истории Руси – это вопрос чрезвычайно сложный. Я для себя называю этот период «Русь легендарная». До начала ведения систематических летописных записей, а они начинают вестись только с 30-х годов XI века, мы имеем дело с легендами, смысл которых нам не всегда ясен. Но за этими легендами, я уверен в этом, и в этом уверено подавляющее большинство историков, стоят какие-то реальные факты. Сергей Михайлович Соловьев. Великий русский историк, создатель многотомной истории России. Соловьев. Без всякого сомнения, славянские и финские племена были приведены в связь с завоеваниями варяжских. Варяжские, то есть скандинавские князья, считались первыми правителями на Руси. Великие князья, цари, многие российские аристократы вели свое происхождение от князя Рюрика и гордо называли себя Рюриковичами. Но можно на эту историю посмотреть и по-другому. Еще в XVIII веке Ломоносов осмотрел ужасающую обиду для России в самой идее, высказанной историком Миллером, что славяне не могут создать собственное государство. Ломоносов вспоминает, что Миллер в своей речи ни одного случая не показал к славе российского народа. Вы происхождение государства российского от шведов, то есть норманов исчисляете, что не только научно неосновательно, но и глубоко для россиян оскорбительно. Вы презрели сообщение новгородской летописи, сочинение греческих и римских писателей, где упоминается о существовании славянских предков наших своими князьями управляемых. Еще задолго до прихода Рурика на Руси. Академик Борис Александрович Рыбаков. Варяги появились в Восточной Европе, когда киевское государство уже сложилось. В последний период советской историографии уже в 80-е годы прошлого века с помпой праздновался юбилей 1500 лет города Киева. Проводились интенсивные раскопки, где пытались во что бы то ни стало отыскать следы этого самого города Киева в V веке. Давно там были найдены монеты Ястиниана, но одни монеты греческого императора, знаменитого, правившего в VI веке новой эры, еще ничего не давали. Нужны были следы настоящего города. Но следов настоящего города до X века киевские археологи все-таки не нашли. Варяги использовались на Руси в X и XI веке как наемная военная сила. Варягов нанимали на грязные убийства. Да, об этом тоже свидетельствует русская летопись, но мы видим, что эти самые варяги очень пригодились русскому государству и славянам для того, чтобы создать самую основу этой государственности. Русью, русами, росами назывались славян, которые оказывались в Киеве, или те, кто служили великому князю. Вероятно, племя росов-русов размещалось на реке Росси. И имя этой реки связано с названием племени. Славяне смогли колонизовать речку Русь только при Ярославе Мудром, который смог отогнать далеко в степь Печенегов. Это было в XI веке. Летописец, с одной стороны, связывает это с приходом Рюрика. И говорит, что он пришел с Русью. С другой стороны, в соседней фразе, он может упоминать о том, что Русь призывала Рюрика наравне с новгородскими славянами, с чудью, мирью и весью. Само слово это чрезвычайно туманного происхождения. Идут очень серьезные споры об его происхождении. Но, скажем, говорить о том, что до этого, до прихода Рюрика, Русью назывались объединения княжеств славянских. Невозможно, княжеств не существовало. И Русью они не назывались, а совершенно точно. Наши исследования касаются не только исследований истории Руси, но и всемирной истории хронологии. Мы математики, мы разработали методы датирования старых событий по писемным источникам. Это фрагмент глобальной карты. Вверху изображена Римская империя X-XIII веков н.э. Это некая династия, около 15 правителей, которые правили с X по XIII века. А внизу Израильское царство, описанное в Библии, израильские цари. Тут свои длительности правления, свои даты, названные в Библии. Оказалось, что эти две империи очень близки с точки зрения математических методов и являются, по-видимому, дубликатами, отражениями одной и той же реальной империи. Эти отрезки показывают, какой правитель на какого наложился. Но доказательства в точных науках, то есть в математике, в теоретической физике, в естественных науках, то есть в биологии, в химии, в физике экспериментальной и в гуманитарных науках совершенно разные. А что касается гуманитарьев, у них есть только один способ проверять свои построения. Это тексты, которые рассказывают нам о жизни людей, прошедших времен. Сдвиги, которые были нами обнаружены, переносят, например, знаменитую Троянскую войну, знаменитые события античности. Из XIII века до нашей эры, в XIII век нашей эры возникает совмещение во времени двух знаменитых рассказов истории. Первый — рассказ о бесходе царя Энея и его спутников из гибнущей Трои. И второй — пришествие Рюрика на Русь. По нашей гипотезе, это одно и то же событие. Варях Рюрик пришел отнюдь не из Скандинавии, а из гибнущей Трои это происходило в XIII веке нашей эры. И именно это событие и лежит в основе нашей русской истории. Надо сказать, что у огромного количества народов, не скажу, что у всех, но у огромного количества народов, есть легенды о создании их государства пришлыми людьми и о путешествиях. Делать из этого какие-то выводы, что это одно и то же лицо или что это одно и то же государство, я бы не стал. Кстати сказать, школьники в Нидерландах начинают изучение своей истории с того, что в 862 году пришел конунг Рюрик и создал у них государство. Но это вовсе не значит, что Голландия и Россия — это одно и то же государство. Когда мы начинали заниматься русской историей, естественно, мы обратили внимание на историю Радзивилловской летописи. Анализ Фоксиминного издания показывает, что три листа это летописи, восьмой, девятый и десятый, были сдвинуты вперед, их номера были увеличены на единицу. Люди, которые делали это, освободили тем самым место для восьмого листа. В Радзивилловском списке есть несколько утрат страниц и есть переставленные страницы. Это действительно так. Теперь давайте возьмем его и прочтем, что же на нем написано. На нем написано, ни много ни мало, история призвания Рюрика на Русь. Если убрать этот лист, то остальные упоминания о Рюрике в последних лет сводятся, опять же, к чисто вовской географии. Это Ярославль, это Ростов, это Владимир. Только на этом листе и покоится нормандская теория. Радзивилловская летопись не самый ранний список повести временных лет. Восьмой лист явно выпал, он точно восстанавливается по параллельным текстам более ранних списков и более поздних списков. Мало того, он абсолютно точно укладывается в объем листа. Так что никакой разницы, в общем-то, здесь нет. Это ненамеренная утрата или ненамеренная вставка. Это утрата случайная. Есть следы еще второго подлога. На листе имеется приписка. Некто не то почерком XVIII века, не то почерком XIX века, не то почерком XX века приписал, что в данном месте не хватает одного листа. Смотрим на фрагмент в летописи и видим, что ни у кого разрыва смыслового нет, поэтому непонятно, что имел в виду этот комментатор. Но позднейшие издания полусилеменных лет были сделаны следующим образом. Стараниями Шлецера этот лист был найден и с тех пор его включают в академические издания полусилеменных лет. Этот лист тоже исключительно интересен, он даже более важен, чем лист о пришествии Рюрика на Русь. Этот лист можно назвать хронологическим. В нем и только в нем содержится глобальная хронология русской истории и ее привязка к всемирной истории. Если этот лист убрать, то хронология текста все летописи повисает в воздухе и открывает самые разные версии для интерпретации, к каким эпохам относится описание летописи. Что же было на утраченном восьмом листе Радзивилловской летописи? Расчет хронологический от сотворения Адама и до нынешнего князя. Самое интересное заключается в том, что этот расчет не согласуется со всей прочей летописной хронологией. Да, собственно говоря, создателю его, видимо, и не интересовала математическая точность. Он создавал общую схему истории. Это своеобразная периодизация древнерусской истории. Все укладывалось в шесть дней человеческой истории, в шестоднев. И каждый из этих дней составлял тысячу лет. Вот, в общем-то, в чем и состояла идея этого расчета. Не подтвердить, не опровергнуть все датировки, которые были внесены в конце 60-х, начале 70-х годов. И потом продолжались в течение второй половины XI века, в XII, XIII, XIV веках. Это не могло быть. Что же касается того, было ли на самом деле призывание Рюрика Синилса и Трубера, то можно сказать, что Рюрик действительно был первым князем. Действительно был призван из-за моря, потому что его имя свидетельствует о том, что он был оттуда, из-за Варяжского моря. Это имя типичное для именно князей скандинавского происхождения. И это имя повторялось не раз в русской истории. И в XI веке, и в конце XII века были Рюрики, которые претендовали на власть над русской землей. Синилса и Трубера так и не сохранилась в русской традиции. Это загадочные фигуры, что и позволяло всякие спекуляции создавать по поводу того, были они или не были. Но и Рюрик, конечно, был и не случайно, вплоть до упомянутого уже Ивана Васильевича Грозного, все себя считали Рюриковичами. И это было основой самосознания правящей русской элиты. Еще в XVIII веке Ломоносов сформулировал мысль, которая перевела спор из научной плоскости еще более жгучую. Надо отдать на рассуждение знающим политику, не предосудительно ли будет русскому народу признать скандинавское происхождение Руси. Николай Михайлович Карамзин. Начало российской истории представляет нам удивительный, едва ли не единственный в летописях случай. Славяне добровольно уничтожают свое древнее правление и требуют государей от варягов, которые были им неприятными. Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластью, ибо народы хотели законов, но боялись неволи. В России оно утвердилось с общего согласия граждан. Так повествует наш летописец. И рассеянные племена славянские основали государство, которое граничит ныне с древнюю Дакию, с землями Северной Америки, с Швецией, с Китаем, соединяя в пределах своих три части мира. Отечество наше слабое, до 862 года, разделенное на Малые области, обязано величием своим счастливому введению монархической власти. Итак, самодержавие в России возникло мирным путем. И началось это с того, как новгородский посадник Гастамысл отправил своих послов к варягам. Для Камазина это сокровенная и важнейшая мысль. Это означает, что для России самодержавная власть естественна, а самодержавное правление единственно разумное. 1811 год. Уже несколько лет Михаил Михайлович Спиранский готовит по приказанию царя проект грандиозных реформ. В России должно быть ограничено самодержавие, учреждена Государственная Дума, а это, конечно же, должно привести к отмене крепостного права. Проект уже практически готов, и вот-вот будет реализован. Россия может получить конституцию и свободу. Осенью 1811 года Карамзин встречается с императором Александром I в Твери, где живет сестра Александра, великая княгиня Екатерина Павловна. Здесь Карамзин долго разговаривает с царем, читает ему отрывки своей истории государства российского. И здесь же Екатерина Павловна передает брату другое сочинение Карамзина – записку о древней и новой России. Не случайно уже в самом названии прошлое и настоящее оказались тесно связаны. Карамзин дошел от варягов до правления Александра и осмелился напомнить сыну об убийстве его отца Павла I возмущенными дворянами и привел все к своему важнейшему выводу. Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его к государственным преобразованиям, которые потрясают основу империи и коих благотворность остается доселе сомнительной. Самодержавие есть палладиум России. Целостность его необходима для ее счастья. Вот какой долгий путь проделала мысль Карамзина от варягов до реформ Спиранского. Царь прочитал за ночь записку Карамзина и на следующий день уехал мрачнее тучи. Через несколько месяцев Спиранской был отправлен в отставку. Реформы не состоялись. Спор о варягах – это еще и спор о национальной гордости. Константин Сергеевич Аксаков, сын писателя Сергея Аксакова, публицист, историк, лингвист, поэт, один из идеологов славянофильства. Северные славяне, призвавшие Рюрика с братьями, призвали в его лице государство в земле. И русская история началась. Земля строго оставалась в своих земских пределах. Не желая государствовать, славяне не могли и не хотели обратиться сами из общины в государство. И потому приняли решение призвать государство. Внешняя правда – государству, внутренняя правда – земле. Неограниченная власть царю, полная свобода жизни и духа народу, свобода действия и закона царю, свобода мнения и слова народу. Призвание варягов для Константина Аксакова – не оскорбление для Руси, а лишь выявление собственного пути, отличного от европейского. Россия – земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейские государства и страны. В основании государства западного – насилие, рабство и вражда. В основании государства российского – добровольность, свобода и мир. Сергей Михайлович Соловьев. Для него Россия со всем ее безусловным своеобразием и особенностями все-таки часть западного общества. Соловьев, пора бросить толки о различиях наших и западных общественных отношений на основании завоевания и незавоевания. И у нас было завоевание этого факта. Нельзя вычуждать из летописи. Без всякого сомнения, славянские и финские племена были приведены в связь с завоеванием варяжским, так и впоследствии остальные разрозненные славянские племена были приведены в связь князьями из дома Рюрикова. Этому столкновению с чуждым началом северные племена были обязаны по всей вероятности и относительно большой степенью общественного развития или, по крайней мере, стремления к нему. На мой взгляд, конечно, призвание варягов никоим образом не может поколебать наше национальное достоинство, поскольку это начало нашей национальной истории. Никто не в состоянии отменить того, что было написано летописцем даже на рубеже XI и XII века. Надо сказать, что этот летописец, если кого и боялся, то он боялся больше всего Бога, но не боялся начальства, которое было над ним, и поэтому старался говорить о правде. Так что же произошло или не произошло в 862 году? Как это событие повлияло на ход русской истории? Ответов было много и, наверное, будет еще больше. Вопрос остается открытым. В 1591 году произошло одно из самых трагических событий в русской истории. В Угличи безвинно погиб последний сын царя Ивана Грозного, 8-летний царевич Дмитрий. О таинственной трагедии XVI века напоминает церковь, построенная в 1692 году. Внутри храм покрыт росписями, среди которых грандиозная композиция на западной стене. Наверху в тереме сцена одевания царевича, внизу у лестницы эпизод убийства, чуть выше плачущая над царевичем царица и кормилица в окружении сбежавшихся увлечан. Справа сцена расправы жителей города над убийцами, скачущую в Москву гонцы и перенесение останков Дмитрия в столицу. Венчает композицию панорамы московского Кремля изображения царевича в виде цветов. Интерпретация смерти царевича для своего времени вольная. До сих пор существует единственный официальный юридический документ, следственное дело, принятый государством и церковью, по которому факт гибели царевича выглядит совершенно иначе. Царевич не был убит. А играл царевич ножиком. И тут на царевича пришла опять та же черная болезнь. И бросила его о землю. И тут царевич сам себя ножом поколол в горло. Да тут-то его и не стало. Это протокол допроса мамки, няни, царевича Василисы Волоховой. То есть царевич заколол себя сам в припадке подучей болезни. Что же случилось 15 мая 1591 года? В качестве экспертов по углическому делу уместно выслушать мнение известных русских историков Карамзина, Костомарова и Соловьева. Карамзин Николай Михайлович первым историком и последним летописцем назвал Карамзина Александр Сергеевич Пушкин. Наибольшую славу Карамзину принесло главное творение его жизни «История государства российского». Первая настоящая история, это, конечно, была история Николая Михайловича Карамзина. Это литературная история. Это история, которая писалась для наследника цесаревича. Поэтому очень важным моментом в этой истории является такой морализаторский момент. Карамзин объясняет будущему правителю, каким должен быть идеальный правитель. И для Карамзина вся история делается личностью. Причем личностью вполне конкретной. Этой личностью и является государь. Соловьев Сергей Михайлович. Выпускник, затем профессор Московского университета. Соловьеву было написано свыше трехсот различных произведений. Главное его сочинение – многотомная история России с древнейших времен. Надо отдать должное Соловьеву, он получает прекрасную подготовку профессиональную в Германии. И это такой очень, я бы сказал, немецкий историк. Он выстраивает все факты в ряд. История у него чрезвычайно логична. Все, что происходит, взаимосвязано. И все источники сводятся между собой на основании критического анализа. Чему можно доверять, чему нельзя доверять. А вот то, чему можно доверять, уже и выстраивается в колоссальную конструкцию – история России. Костомаров Николай Иванович. Профессор Петербургского университета. Примыкал к направлению так называемых федералистов. Основные работы – «Северно-русские народоправства», «Смутное время», «Бунт с теньки Разина». В какой-то степени можно сказать, что Костомаров был провозвестником антропологического направления в истории. Истории, обращенной к человеку и пишущейся о человеке. И поэтому для Костомарова история – это прежде всего история людей, которые и делают эту историю в противовес той истории, которую пишет Соловьев – «История государства». И в противовес той истории, которую писал Карамзин – «История царя и царства». Борис, Борис! Николку дети обижают. Подать ему милостыню. Николку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича. Води прочь, дурака! Оставьте его! Карамзин, а вслед за ним и Пушкин, явились популяризаторами идей об убийстве царевича Дмитрия Борисом Годуновым. Какие они имели основания для этого? Ведь основной документ, а мы знаем, что история строится на документах, говорит иное. Царевич закололся сам. Итак, следственное дело. Сколько было по следственному делу свидетелей смерти Дмитрия? В показаниях сказано. «Были в те поры, с царевичем кормилица Арина, да постельница Самойлова. И вот была с ними еще Василиса Волохова, затем еще свидетели, четыре боярских сына. Если такое множество людей видело, как с ребенком случился припадок, да еще ребенок бился долго, как же они все не бросились к нему, не отняли у него ножа? Василиса Волохова, мамка царевича». «А и прежде того, сего года в Великое Говенье, та ж над ним болезнь была, подучий недуг, и он поколол и матерь свою, царицу Марию. А вдруг горят на него была та ж болезнь перед Великим Днем, и царевич объел руки Андрееве дочке наглого. Едва у него Андрееву дочь отняли». Спрашивается, как бы ни были простые женщины, окружавшие ребенка, но возможно ли подумать, чтобы все они были до такой степени глупы, чтобы после всего того, что царевич уже сделал, давали ему играть с ножом? И неужели мать, которую он ранил, не приняла мер, чтобы у мальчика не было в руках ножа? Допустим, однако, что несчастный больной ребенок был предоставлен на попечение таких дур, которых можно было как будто нарочно подобрать со всей московской земли. Способ его самоубийства чересчур странен. При подобном припадке, скорее всего, могло статься, если бы ребенок ранил себя в бок, в ногу, в руку, но менее всего по горлу, все это кажется крайне маловероятным и придуманным. Теперь посмотрим, что показали родственники царицы Ноги о самой смерти царевича. Михаил Ногой сказал, что Дмитрия зарезали Осип Волохов, Данила Бетяговский и Никита Качалов, но он не объявил самого главного, именно кто сказал ему об этом, потому что сам он не видал, как было дело. Он по следственному делу прибежал уже во дворец на колокольный звон, думая, что что-то горит во дворце. Григорий Ногой показал противное, что царевич накололся сам ножом в припадке подучей болезни, которая у него и прежде бывала. Но Григорий в своем показании прибавляет очень важное обстоятельство, именно, что они застали царевича еще в живых, и умер он при них. И, наконец, третьей ногой Андрей показал, что царевич ходил на заднем дворе и играл с детьми через черту ножом. И вдруг на дворе закричали, что царевича не стало. Царица сбежала сверху, а он, Андрей, в то время сидел за столом. Услыхав крик, подбежал к царице и видит, что царевич лежит на руках кормилицы мертв. И сказывает, будто его зарезали. Это показания правдоподобнее прочих. Но вот что замечательно. Андрей ногой сидел за обедом во дворце и спустился на двор тотчас за царицей, как только услыхал крик, и нашел царевича уже мертвым на руках кормилицы. А Григорий ногой обедал у себя на подворье и подбежал уже со звоном колоколов и нашел царевича еще живым. Что же мы можем заключить об этих показаниях? То, что все они по своему явному противоречию и утайке главных обстоятельств должны быть заподозрены и отстранены. Неясно ли видно, как спешили они собрать побольше свидетельств о том, что царевич зарезался сам в припадке падучей болезни. 3 июня 1606 года было торжественное причисление царевича Дмитрия к лику святых. И началось поклонение его мощам в Архангельском соборе. Спросим самих себя только вот о чем. Способен ли был царь Василий, способна ли была вся среда, окружавшая его на то, чтобы вырыть остатки самоубийцы, поставить их в качестве мощей в церкви, причислить самоубийцу к лику святых, притворно поклоняться ему и смотреть, внутренне смеясь, как толпа народа будет поклоняться ему. При всех пороках, которым приучила московских людей печальная история, в особенности еще недавняя, всеразвращающая эпоха мучительства Грозного, все-таки были пределы, за которые вряд ли и могла перешагнуть тогдашняя Русь. Нам кажется, что при канонизации царевича Дмитрия, если и участвовали политические соображения, то не были главными двигателями. Здесь действовала значительная доля искренности и благочестия. Как мы видим, мнение историков по поводу смерти царевича единое. Следственное дело сфальсифицировано. Он не мог себя заколоть, его убили. Но кто убил? Почему приказу? Мнение историков по этому поводу диаметрально противоположное. Карамзин настаивает на том, что это Борис. Костомаров и Соловьев отклоняют прямое участие Бориса в преступлении. Причем документы историки используют одни и те же. Как такое могло происходить? Может быть, из XXI века виднее, как творится история? Всякий исторический труд в значительной степени описывает именно свое время, а не прошлое. Именно поэтому Карамзин собирает колоссальный материал, связанный с историей становления той монархии, современником которой он был. И в этом труде, главное, конечно, это история государя. Но при этом самый такой яркий образ Ивана Грозного, государя, который воплотил в себе все черты самодержца, не является для него идеальным. И Карамзин это подчеркивает. Он говорит, что для него идеалом является предшественник Ивана Грозного, дед его, Иван Третий, который не просто правил самовластно, но консультировался, консультировался с приближенными людьми и прислушивался к их советам. В этом тоже есть такой морализующий момент, очень важный для государя, которому пишет Карамзин свою историю. Именно поэтому в Углецком деле для Карамзина одной из самых важных фигур и самых главных фигур является Борис Годунов. Откуда взял Карамзин версию об убиении Годуновом царевича Дмитрия, мы скажем позже. Сейчас скажем, что это был не официальный документ, как следственное дело, а полуофициальный. История Карамзина была литературной историей, а вот научная история появляется чуть позже. После Карамзина наступает некоторый перерыв, а затем появляется целая плеяда блестящих совершенно историков, и среди них, конечно, самой яркой фигурой является Сергей Михайлович Соловьев. Он создает просто титанический совершенно труд и создает фундаментальную историю России. Он сводит колоссальное количество фактов вместе. Он пишет многотомный труд, который основывается на источниковедческом анализе. И это метод Соловьева. В основе лежит географический фактор, который развивается Соловьевым. И именно этот фактор является решающим в становлении самого главного субъекта истории. Это уже не царь, как у Карамзина, а государство. Соловьев — представитель государственной школы. И эта школа в значительной степени продолжается и сейчас. История у нас практически всегда была государственной историей. И для Соловьева это самое главное. Касаясь углического дела, Соловьев вовсе не стоит на чьих-либо позициях. Живя в конце 19-го века и зная конец этой истории, он отрешенно анализирует, зачем это событие нужно было России. Еще одна очень яркая фигура в российской историографии, фигура, которая вполне сопоставима, скажем, по своим масштабам с Соловьевым, с Ключевским, это был Николай Иванович Костомаров. Но это совсем другой историк. Это настоящий либерал. В какой-то степени для него важны все. И простой Истопник, и Борис Годунов. В равной степени. И это стало началом довольно мощного такого течения в историографии, которое сейчас получило большое распространение, не только в России, но и за рубежом. В углическом деле Костомаров уделяет внимание каждой личности. От Истопника до Бориса Годунова. Поэтому анализ убийства у него выглядит наиболее объективным, живым и достоверным. Отвергая подлинность следственного дела, он продолжает искать объяснение убийства и обращает внимание на новые документы. Если хотят восстановить силу следственного дела, то должны это сделать на основании новых свидетельств и источников. Из всех старинных сказаний о смерти царевича Дмитрия мы знаем одно, более всех заслуживающее вероятие. Вот как это событие описывается в русской летописи, именуемой «Новый летописец». Пошел с кормилицу и погулять. И в седьмой час дни по повелению изменника злодея Бориса Годунова Никитка Качалов да Данилка Бетяговский кормилицу его палицу и ушибли. И она, мертвев, впала на землю. И ему, государю царевичу, в ту пору кинясь и перерезали горло ножем. А сами злодеи-душегубцы вскричали великим глазом. Из приведенного рассказа видно, что убийцы действовали в некотором отношении ловко. Убийство произошло без свидетелей. Кормилица, ошеломленный ударом, не помнит ничего. Убийцы перерезали ребенку горло и тотчас начали кричать. О чем они кричали? Конечно же, что царевич зарезался сам. Понятно, почему они ударили кормилицу и как они впоследствии объяснили бы этот удар, если бы остались живы. Вероятнее всего, они сказали бы, что кормилица не следила за царевичем, что у него случился припадок, что у него в руках был нож. Они от досады ударили кормилицу, потом бросились на помощь к царевичу, но было уже поздно. Он мгновенно перерезал себе горло. И все бы поверили. Даже кормилица, ошеломленная ударом, не видевшая, как режут ребенка. Путь, который избрали убийцы, был вполне удобен и мог увенчаться успехом, если бы не царица, волновавшая народ набатным звоном. Вот этого последнего обстоятельства убийцы не рассчитали и не предвидели. Теперь очевидно, откуда взялась версия Карамзина. Из соединения следственного дела и летописных преданий. Читаем мы Карамзина. Данила Бетяговский и Качалов вырвали жертву, зарезали и кинулись вниз с лестницы в самое то мгновение, когда царица вышла из синей на крыльцо. Девятилетний святый мученик лежал окровавленный в объятиях той, которая воспитала его и хотела защитить своей грудью. Он трепетал, как голубь, испуская последний дух и скончался, уже не слыхав вопли отчаянной матери. Кормилица указывал на безбожную мамку и на убийц, бежавших двором к воротам. Некому было остановить их, но Всевышний Мститель присутствовал. Но Всевышний Мститель присутствовал. Конечно, этого нет в источнике. Конечно, этого не мог видеть Карамзин. Он пишет литературное произведение и по ходу дела мало волнует на то, что закономерное это событие или незакономерное. Убийство царевича Дмитрия было предопределено или нет. Ему важнее другое. Поступки конкретного лица. И это лицо прежде всего должен быть правитель. Хороший или плохой. В убийстве царевича Дмитрия тоже должен быть виновный. И этот виновный должен занимать вполне определенную позицию в обществе. Это должен быть правитель. И такой правитель находится. Это, конечно, Борис Годунов. Карамзин научил русских людей глубже понимать свое прошлое. Более того, он научил их любить его. В этом главная заслуга Карамзина перед русским обществом. И главный недостаток перед историей как наукой. Карамзин доверяет летописцам. Но летописцы не являются очевидцами событий. Они тоже говорят с чьих-то слов. Таким образом, если предположить, что царевич Дмитрий был убит, хотя и для этого не хватает достоверных сведений, то доказать участие Бориса Годунова в убийстве требует отдельного исследования. Что Борису был расчет избавиться от Дмитрия, это не вызывает сомнения. Скажем более, Дмитрий был опасен не только Борису, но и царю Федору Ивановичу. Еще четыре года и Дмитрий мог давать повеления. Эти повеления послушались бы те, кому угодно было послушаться их. Вполне мог оказаться дворцовый переворот. Нужно было, чтобы Дмитрия не было на свете. Для этого не нужен был заговор. Не нужно было явного высказывания убить. Борису достаточно было сделать намек. Ну, скажем, перед Клешниным, который, говорят, особенно был ему предан. И сказать, что Дмитрий опасен не только для Бориса, но и для государя. Что именем Дмитрия могут воспользоваться враги. Царевич мертв. Весть дошла до Бориса. Борис, конечно, сразу же понял, что это значит. Люди, преданные ему, желали угодить ему, спасти и его, и царя Федора на будущее время, но погибли сами. Весть неприятная для Бориса. Лучше бы, если бы они остались в живых. Теперь непременно нужно, чтобы царевич зарезался сам, чтобы были свидетели его самоубийства. Иначе кто бы не зарезал его, подозрение будет падать на Бориса. Хотя Борис все-таки не отдавал приказания никому убить царевича. Но для Бориса главное, чтобы не оставалось и подозрения. Свидетелей смерти царевича не было. Не было ни одного достоверного показания на то, что убийца подослал Годунов. Все, что используется против Годунова в летописях, а затем и Карамзиным, все это сбор слухов и предположений. Польский историк Казимир Валишевский утверждает, что так называемый самозванец Лжедмитрий I был настоящим царевичем, сыном Грозного, а в Угличи убили другого отрока, вероятно, чтобы спасти и скрыть последнего Рюриковича. Вы знаете, как промысел небесный царевича от рук убийцы спас. Он шел казнить злодея своего, но Божий суд уж поразил Бориса. А Ваня Тимих Юросия покорилась. Объективный анализ недолгого правления уже Дмитрия характеризует его как человека редкого интеллекта, склонного к реформам. Действительно, его правление один из немногих светлых периодов в истории России. Удержись Дмитрия у власти, мы получили бы сильное европейское государство задолго до Петра I. Дмитрий каждый день присутствовал в Думе, преобразованном самим же в Сенат, и лично разбирал дела. Два раза в неделю он принимал челобитные, и любой человек мог лично поговорить с государем. Им же была отменена потомственная кабала. В случае смерти хозяина холоп становился свободным. 17 мая 1606 года стремившийся к власти Шуйский поднял бунт. Заговорщики ворвались в царские палаты. Дмитрий пытался бежать, выпрыгнул в окно и сломал ногу. Был схвачен и застрелен. Тело его сожгли, зарядили в пушку и выстрелили в сторону Польши. Трехлетний сын Марины Мнишек и Дмитрия Иван был повешен. Палач донес малютку до виселицы в завернутом в шубу, просунул головку в петлю и задушил. И тут является Дмитрий Второй, лже-Дмитрий Второй. Народ уже не верит, что царевич был зарезан в угличе, что тот правитель, который правил под именем царевича, был убит в Москве. Он не верит уже ничему, потому что его с одной стороны приучили ко лжи, с другой стороны люди приучились самообольщаться. Страна приходит в разорение. Иностранцы вторгаются в страну, захватывают Москву, страну рвут на части. Страшные времена, страшные времена, которые являются прологом к не менее страшным временам. Смутное время. Смутное время, принеся стране неисчислимые беды, оно вновь подтвердило истину, хорошо уже известную двум Иванам. Россия не может существовать в форме безграничного народного вечи. Ей нужна несгибаемая централизованная власть. Только на краю гибели народ опомнился, стряхнул с себя бремя, лжи самообмана, собрал последние силы. Ошибки и неумение врагов, овладевших Руссию, помогли Руси спастись. Восстанавливается государственный строй. На престол восходит новая династия Романовы. Отношения Россия с Османской империей всегда были предметом не только строго научных исследований, но и материалов для построения концепций по философии истории России. Начиная со знаменитого послания старца Филофея «Москва, Третий Рим» существовали размышления о роли России как преемницы Византии, а значит в какой-то мере как соперницы Османской империи. В эпоху обострения восточного вопроса и борьбы за влияние на Балканах в середине XIX века о византизме, отношениях с Османской империей размышляли философы-славянофилы Достоевский, Константин Леонтьев. Эту линию развития исторической мысли продолжил, хотя и в совершенно другом виде, Иосиф Бродский, для которого Византия, Османская империя, Турция стали продолжателями той традиции деспотизма, которая проявлялась позже в советском государстве. Иосиф Бродский. В конце концов, я прожил 32 года в Третьем Риме, примерно с год в первом, следовательно, для коллекции стоит добрать второй. Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени пророка. Здесь ничего не растет, а притч усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света. Заливаемые мочой углекостра. Этот запах с примесью скверного табака и потного мыла. И этот повсеместно, даже в городе, летящий в морду песок, выкалывающий мир из глаз, консистенции кизяка и цвета разрытой могилы. Конечно, вот такое внешнее восприятие турок и турецкой действительности в истории, он, конечно, был во многом негативен. Прежде всего, потому что это другая цивилизация. И эта цивилизация с ее внешними атрибутами такой, ну, может быть, действительно первоначальной жестокости, она, конечно, очень давила. Иосиф Бродский впервые приехал в Стамбул в 1985 году, в момент, когда он чувствовал себя одиноким, больным, отчаявшимся. Его эссе «Путешествие в Стамбул» – одна из самых резких и непримиримых оценок великого города. Конечно, думая о Стамбуле, Бродский размышлял и об Османской империи, Византии и, прежде всего, Россию. Иосиф Бродский. О, этот институт янычар, элита армии, преданная сначала султану, но постепенно вырабатывавшаяся в отдельную, только со своими интересами считавшуюся касту. Как все это знакомо. Капарди, бай! Капарди, да прикапаривай! Капарди, прикапаривай! Иосиф Бродский. Разница между духовной и светской властью, Византией и христианской, была чрезвычайно незначительной. Номинально государю следовало считаться суждениями патриарха, что нередко имело место. С другой стороны, государь зачастую не только назначал патриарха, но в ряде случаев, оказывается, имел основания считать себя большим христианином, чем патриарх. Итак, для Бродского Византия это подавление человеческой свободы. Для Леонтьева же это истинная свобода, уводящая от революции, от страсти к наживе, от иллюзорного стремления ко всеобщему благу. Так чего же больше в византийской истории свободы человеческого духа или подавления его? Османская империя была вполне классической средневековой империей. Что касается уровня жестокости в этой империи, он был не выше, чем в современных государствах, за мной, европейских. Да, это средневековье, да, отношение к человеческой жизни абсолютно иное, но оно не было чем-то изрядно выходящим, на мой взгляд. То есть это не было какой-то патологической жестокостью. Философ, публицист, литератор Константин Леонтьев. Находясь на дипломатической службе, он долгое время прожил в Стамбуле. Только ему этот город и стоявшие за ним традиции представлялись совсем другими. Константин Леонтьев, я люблю эту жизнь посольства в Константинополе. Только она отвечает моим интересам. Я люблю этот город, острова греков, турок. Я люблю там все. Я ежедневно терзаюсь мыслью, что не могу переселиться туда навсегда. Османская империя, если мы говорим о бытовой культуре, она была одним из эталонов красивой жизни. А роскоши для Европы, она продолжала оставаться таковой. Модные виды тканей, бытовые привычки новые, вроде питья кофе. Купания каждодневные в банях, то есть представление о гигиене. Они во многом пришли из Османской Турции. Европейцы, которые посещали Турцию, в первую очередь Константинополь, Они вывозили из Константинополя не только впечатление о византийской и позднеримской древности, но и новые способы жизни, красивой жизни. Чем является для России великий город на Босфоре, как бы мы его ни называли? Стамбул, Константинополь, Царьград. Почему нас все время тянет туда, как великого философа Константинова Леонтьева, или отталкивает, как Иосифа Бродского? В чем загадка и магия этого города? Давайте разделим вопрос, тянет ли нас в Константинополь или тянет нас к Турции. Дело в том, что, конечно, Константинополь для России – это одна из таких христианских святынь, которые, конечно, нормальный христианский или православный путник или пилигрим должен был обязательно посетить. Что касается Турции, то это вот немножко уже другая тема. В принципе, я бы так сказал, что, наверное, нужно говорить о некой тяге россиян к таким южным морям. Выход к южным незамерзающим морям был чрезвычайно важен с точки зрения экономики страны. Перед этим обстоятельством, конечно, в известной степени на второй план отходили все, как хоть, собственно, религиозные мотивы или религиозные устремления российских верующих. Иосиф Бродский Византия при сей ее греческости принадлежала к миру с совершенно иными представлениями о ценности человеческого существования, нежели те, что были в ходу на Западе. Если в Афинах Сократ был судим открытым судом, имел возможность произнести речь, целых три, в свою защиту, в Исфагане или, скажем, в Багдаде такого Сократа просто бы посадили на кол. Или содрали бы с него живьем кожу. И дело с концом. И не было бы во мне диалогов Платона, ни неоплатонизма, ни всего прочего, как их действительно и не было бы на Востоке. Был бы просто монолог Корана. Для Бродского Константинополь или Стамбул – это прежде всего Восток. А Восток для Бродского – это прежде всего неуважение к человеку. Иосиф Бродский Византия была мостом в Азию, но движение по этому мосту шло в обратном направлении. Разумеется, Византия приняла христианство, но христианство в ней суждено было овосточиться. В этом тоже в немалой степени секрет последующей неприязни церкви Восточной со стороны церкви Римской. А может быть, еще в то время, когда возникал Второй Рим, Византия, в самом ее начале, в самом ее основании лежал какой-то изъян? Иосиф Бродский Дитя своего века Четвертый век нашей эры Константин Человек действия Византия была для него крестом Не только символическим, но и буквальным Перекресток, торговых путей, караванных дорог и тому подобное Одно это могло привлечь его внимание к месту Давшему миру нечто, что на всех языках означает одно и то же Деньги Константин Леонтьев Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь Византизм дал нам силу перенести татарские погромы, данничество Византийский образ Спаса осенял княжеские знамена верующие войска Дмитрия на том бранном поле, где мы показали татарам, что Русь московская Уже они прежняя раздробленная Русь Иосиф Бродский Константин не предвидел, что антииндивидуализм ислама Найдет в Византии почву настолько благоприятную, что к 9 веку Она будет готова бежать оттуда на север Он, конечно, бы сказал, что это бегство Не бегство, а распространение христианства О котором он теоретически мечтал И многие бы кивнули головой в знак согласия Что да, распространение Однако христианство, принятое в России, уже ничего общего не имело с Римом Пришедшее на Русь христианство бросило позади не только тоги из статуи Но и выработанный при Юстиняне свод гражданских законов Видимо, чтобы облегчить свое путешествие Константин Леонтьев Византизм организовал нас Система византийских идей создала величие наше Сопрягаясь с нашим патриархальным, простыми началами С нашим еще старым, грубым, вначале славянским материалом Изменяя даже в тайных помыслах наших этому византизму Мы погубим Россию Ибо тайные помыслы рано или поздно Могут найти себе случай для практического выражения Для Константина Леонтьева Византия – духовная родина России Не случайно он чувствовал себя здесь как дома Леонтьев жил на Востоке за несколько десятилетий до того Как в 1891 году он тайно принял монашество в Оптиной пустыне Однако уже в это время его мысли постоянно возвращались к связям России и Византии Для него мысль, высказанная в начале XVI века Монахом Псковского и Лизаровым монастыря Филофеем Была близка и жива и в веке XIX Филофей, храни внимай, благочестивый царь Потому что все христианские царства Сошлись в одно твое, что два Рима пали А третий стоит, четвертому не бывать Первый Рим, Римская империя Рухнула под ударом варваров, потому что там были сильные ереси Его наследство передалось Второму Риму, Константинополю Но рухнул и Второй Рим В 1453 году его захватили турки И великий город был переименован в Стамбул Но означало ли это действительное уничтожение былой традиции? Владимир Соловьев Судьбой упавшей Византии мы научиться не хотим И все твердят льстецы России Ты – Третий Рим! Ты – Третий Рим! Каким бы ни было государство на Босфоре Мусульманским или христианским Возвеличивающим человеческий дух Или угнетающий его Стремление к Босфору было у России всегда Иногда оно оправдывалось политическими или экономическими соображениями Иногда не оправдывалось ничем Но все равно стремление оставалось Вольтер и Екатерина II Если турки начнут с вами войну, мадам Их постигнет та же участь Которую предначертал кто-то великий Имевший в виду сделать Константинополь столицей Российской империи И варвары заслуживают быть наказанными героинями За недостаток почтения Которые они до сих пор проявляли по отношению к дамам Яшина Что люди, которые презирают изящное искусство Запирают женщин, заслуживают уничтожения Я прошу вашего императорского величества Дозволение приехать, чтобы припасть к вашим стопам И провести несколько дней При вашем дворе, когда он будет в Константинополе Насколько я глубоко убежден, что именно русским Суждено изгнать турков из Европы Для Вольтера Екатерина II Мечтающая расширить свои владения на Черном море И присоединить Крым И даже установить свое правление на Босфоре Для него императрица прежде всего Носительница просвещения и великой европейской идеи Способной изменить восточную жизнь Второго внука Екатерины назвали Константином Его выкормила греческая кормилица С детства его обучали греческому языку Он должен был стать православным царем Константинополя Как только возникает во второй половине XVIII века Так называемый восточный вопрос Или вопрос о разделе османских владений Стало быть, сразу возникает идея Зачем это нам и что мы с этим будем делать Значит, вот одна из версий Это то, что мы с вами проговорили о греческом проекте Екатерины Но по-настоящему, если говорить всерьез То нас в это время заботит открытие проливов Не столько создание греческого государства Сколько более конкретная цель открытия проливов Которые бы нас впустили в эти южные моря И по экономическим причинам И по причинам поддержки христиан В Османской империи И, так сказать, или патронажа этих христиан В Османской империи И, соответственно, эта идея По мере того, как сам восточный вопрос Обретает все больше и больше силы Во внешней политике Европы того времени Стало быть, Россия все более и более укрепляется Как бы, или свыкается с идеей Что мы Третий Рим Вольтер Что до меня, я остаюсь верен греческой церкви Особенно, когда ваши прекрасные ручки Держат кадильницу И вас можно рассматривать Как патриарха всей Руси Вы, конечно, возродите Олимпийские игры На время которых римляне Публичным декретом даровали грекам свободу Это станет самым славным деянием В вашей жизни Для Тютчева Нереализовавшийся греческий проект Екатерины Оставался по-прежнему важным и актуальным Тютчев Из своды древней Софии В возобновленной Византии Вновь осенят Христоф алтарь Пади пред ним, о царь России И встань, как всеславянский царь Эта мечта привела к нескольким русско-турецким войнам Крымская война закончилась позорным поражением России Разгромленной вступившими в войну Англией и Францией Россия лишилась права держать корабли на Черном море Поражение в войне привело к внутреннему кризису в стране Николай I, развязавший Крымскую войну Умирает от тяжелой депрессии Вставай же, Русь Уж близок час Вставай, Христовой службы ради Уж не пора ли, перекрестясь Ударить в колоколу в Царьграде Через двадцать с лишним лет сын Николая I развяжет новую войну против Османской империи Александр II возглавил страну в тяжелый момент после Крымской катастрофы Тютчев, раздайся благовестный звон И весь Восток им огласися Тебя зовет И будет он Вставай, мужайся, ополчися Русско-турецкая война 1877-1878 годов была для России более успешной Русские войска под командованием генерала Скобелева дошли до Сан-Стефана, что является пригородом Стамбула И оттуда была видна Святая София Константин Леонтьев Византизм дал нам силу в нашей борьбе с Польшей, Швецией, Францией, Турцией Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск целой интернациональной Европы В доспехи веры грудь одень И с Богом исполин державный Русь Велик грядущий день Вселенский день И православа Успехи России в войне с Турцией резко испортили ее отношения с европейскими державами На Берлинском Конгрессе были пересмотрены условия Стан-Стефанского договора Влияние России на Балканах уменьшилось Ее отношения с Англией, Австро-Венгрией, Германией ухудшились Стоило ли отдавать жизни солдат только для того, чтобы запутаться в дипломатических противоречиях? Иосиф Бродский Не атаманская ли мы теперь империя по площади, по военной мощи, по угрозе для мира западного? И не больше ли наша угроза от того, что исходит она от обвосточившегося до неузнаваемости, нет, доузнаваемости христианства? Не больше ли она от того, что соблазнительный? И для Бродского человека абсолютно европейской культуры, да, европейской культуры всякое представление об имперском начале, в русском ли варианте, в турецком ли варианте, а вариант турецкий в глазах русских всегда хуже еще, чем наш вариант имперский, он безусловно неприемлемый, он это... Он в этом видит прежде всего некое, вот это имперское подавляющее человека начало. Иосиф Бродский И что мы слышим уже в этом вопле покойного Милюкова от Дарданеллы? Будут наши эхо катона, тоску христианина по своей святыне? Или все еще голос Боезета, Тамерлана, Селима, Мехмета? Вот Россия, она же вроде бы, как мы воспринимаем, как империю, или османское государство, как империя, вот они самодостаточные, да, и поэтому они могут считаться действительно некими образцами мировых империй, в то время, когда еще не произошел переход к колониальным порядкам, да, в прямом смысле. И вот эти империи, которые создавались таким, как бы, докапиталистическим манером, они отличаются от более поздних империй, прежде всего, иным отношением, как мне кажется. В них нету такого жесткого элемента эксплуатации центром периферии, да, тем более, если инородной периферии. Здесь есть гораздо больше такая веротерпимость, или вообще толерантность к иным порядкам, нежели чем вот в империях колониального типа, где англичане просто воспроизводили себя или себе подобных, там, в Индии, там, где-то еще. Иосиф Бродский. И уж коли на то пошло, коли мы уж цитируем и интерпретируем, то что звучит в этом крике Константина Леонтьева, в крике, раздавшемся именно в Стамбуле, где он служил при русском посольстве? Россия должна править бесстыдно. Что мы слышим в этом паскудном пророческом возгласе? Дух века? Дух нации? Или дух места? Я хочу сказать, что ведь мы сейчас переживаем как бы период глобализации, да, то есть как бы нарушение этих натуральных или национальных границ. И к чему мы придем? Да, к что там будет лежать в основе? Возникает какая-то действительно уже в полном смысле супердержава, которая может охватывать все пространства. И я бы сказал, что вот порядок, существовавший в тех империях, мне бы хотелось воспроизвести с большей, ну как, ну я не хочу сказать, воспроизвести их так же, но в них есть некий более позитивный залог, нежели чем в империях 19-20 века. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...